Привет, мои дорогие друзья! Рада видеть вас на своем канале! В сегодняшнем видео будет много всего интересного. Сегодня мы с вами сделаем небольшую распаковку товаров с Азон Валберис. Поделюсь с вами рецептом обалденнейшего просто мясного пирога, сочного, вкусного, сытного. Также приготовим с вами вместе сегодня огромнейшую порцию баланьеза на большую семью. Съездим с вами вместе за продуктами, хорошенечко закупимся. Продуктов будет много, буду вам все показывать. Конечно же, все с ценами, как вы любите, как вам нравится. Закупка будет с довольно большим количеством мяса, поэтому все это мясо нужно будет, как обычно, обработать. Сделать какие-то простейшие полуфабрикаты, простейшие заготовки в морозилку. Но в конце этого видеоролика еще покажу вам, как моя мама готовит наши вкуснейшие уральские пирожки с мясом со смешным названием посекунчики. В общем, друзья, ролик сегодня будет насыщенный, интересный, поэтому не переключаемся. И начну как раз я это видео именно с распаковки моего небольшого заказа с Валдрис и Озон. Такие небольшие текущие покупки. Во-первых, заказала снова карандаши бренд-фри, пятновыводители обалденнейшие. Заказала Синергетик пятновыводитель, не пятновыводитель, а отбеливатель. Ну, нужно иногда для кое-каких задач. Плюс у меня еще есть классное средство, которое я вам тоже буду показывать. Или, наверное, показала уже. Он как раз смешивается с отбеливателями. И вообще отбеливатель все-таки в хозяйстве частенько нужен. В общем, заказала от Синергетик. И заказала себе еще классные домашние тапки. Долго выбирала. Я не люблю какие-то резиновые, пластиковые тапочки. Я вообще люблю, на самом деле, более такие закрытые варианты. Что-нибудь вроде кет, но полегче. Ничего не смогла подобрать подходящего, поэтому взяла вот такой классический вариант. Мягкие, пушистые, очень удобные. Но, к сожалению, где-то через два дня носки они уже так подвытянулись. И в них стало не очень комфортно ходить. Поэтому, если будете брать, берите себе на размер, а то и на два размера меньше. Потому что они очень сильно растягиваются. А так тапки, конечно, хорошие. Резиновая подошва, прошит все хорошо. Мягкие, удобные, прелестные, в общем. Ну и еще одна покупка для дома. Очень классная. Это мусорное ведро. Это я взяла для ванной комнаты. Давно у меня уже было в планах поменять. Я изначально вообще смотрела варианты подороже. Думаю, что-нибудь такое посолиднее, поинтереснее взять. А потом решила, ну, ведро в ванной комнате. Главное, чтобы оно свою функцию выполняло правильно. Главное, чтобы у него был подходящий литраж. И оно было просто, ну, более-менее симпатично смотрелось. Было простое в использовании. Поэтому я взяла довольно-таки бюджетный вариант умного ведра. Никакого дополнительного у него суперкрутого функционала нет. Оно просто открывается с помощью сенсора. Либо с помощью кнопки. И просто само закрывается. В принципе, больше ничего не нужно. Ведро из довольно тонкого пластика. Но это не критично. Мы с ним ничего делать не будем. Оно будет просто стоять. Внутри имеется специальный ободок для того, чтобы закрепить мешок для мусора. Это тоже очень удобно. К нему идет в комплекте зарядка. То есть, я пока не знаю, на какое количество времени этого заряда будет хватать. Но после покупки еще ни разу не заряжали. Вот как поставила, так пользуемся. Ведро, конечно, очень удобное. Очень вместительное по сравнению с нашим предыдущим. У нас было самое вот такое обычное простое хозяйственное ведро. Ну, прям небо и земля. В общем, могу сказать, что покупкой довольна на 100%. Ну, а сейчас, друзья, как и обещала, делюсь с вами рецептом классного мясного пирога. Ну, и потом буду уже еще готовить баланьеза. У меня этот влог собран из нескольких дней. Поэтому не пугайтесь. Готовки может показаться, что будет много. Но это все не в один день готовилось. Я все ингредиенты, пропорции все оставлю в описании к этому видео. Тесто будем готовить на молоке. Сдобное. Беру теплое молоко, добавляю сухие дрожжи, добавляю немного соли. Добавляю чайную ложку сахара. В моем случае сахар в кубике. Не было другого. Добавляю сюда одно куриное яйцо и немножечко растительного масла. Все это хорошенечко перемешиваю. Просеиваю сюда муку. Отдельно опару не ставим. Так все хорошо, прекрасно поднимется. Просто в миксере вымешиваю тесто до однородности. Оно может слегка немного липнуть к рукам. Это нормально, ничего страшного. Если вот чуть-чуть прямо липнет, муку не добавляйте, чтобы тоже не забить. Лучше просто смажьте руки растительным маслом. Так оно будет податливо, не будет липнуть. И его можно будет спокойно, нормально вымесить до гладкой текстуры. Сформировать шарик и убрать обратно в емкость, где смешивали, под пленку. Для того, чтобы тесто начало подниматься. Ну а я пока в это время займусь начинкой для пирога. Пирог, как я уже говорила, будет мясной. Но он будет сочный, вкусный. В общем, моим просто зашел этот пирог на ура. Съели его очень быстро. И очень всем понравился. Я взяла 1 кг фарша. У меня свинина, курица смешанная. У меня фарш, когда я прокручиваю, он у меня сразу же прокручивается с луком. Но в этом пироге для сочности лучше, чтобы лука было больше. Поэтому я еще дополнительно нарезала 1 головку лука. Мелко-мелко прям постаралась порубить ее. Можно лук измельчить с помощью блендеров и измельчителя. Так будет даже лучше. И также в фарш будут добавлять еще томат. Это, конечно, по желанию. Но томат придает и дополнительный вкус, и дополнительную сочность. Но если вы боитесь, что жидкости будет слишком много, чтобы пирог не был слишком влажный, можете томат не добавлять. Тоже будет очень-очень вкусно. Я решила приготовить именно с томатом. В общем, нарезала помидоры. Мелко-мелко тоже постаралась. Настолько, насколько смогла мелким кубиком. Ну и отправляю помидоры к фаршу, к луку. Также сюда можно добавить какую-то зелень. Обязательно добавляем соль, перец. Может быть, какие-то приправы хотите добавить. Это уже полностью на ваше усмотрение. Я добавила только соль и перец. И добавила немножечко замороженной петрушки. Если любите кинзу, сюда прекрасно пойдет кинза. Если любите укроп, можете добавить укроп. Тщательно, хорошо, до однородности промешиваем начинку. И пока отставила в сторонку, я буду ждать, пока у меня поднимется тесто. Но, чтобы не терять время, я сразу же займусь приготовлением ужина. У нас гарнир есть там какой-то. Нужно было приготовить именно что-то мясное. Я решила приготовить сегодня баланьеза. Я буквально совсем недавно показывала вам, как я делаю баланьезы, когда делала лазанью. По сути, делаю то же самое, только готовлю не лазанью, а остановлюсь именно на этапе приготовления самого баланьеза. Морковь измельчаю в измельчителе. Также лук измельчаю. Можно порезать ножом. Можно вообще даже морковь не добавлять. Я не всегда ее добавляю. Тоже получается вкусно. Ну и также несколько зубчиков чеснока. Мелко-мелко тоже порубила. Опять же, можно пропустить, например, через пресс. Эта роли никакой на самом деле не играет. Ну а далее уже на разогретой сковородке обжариваю сначала лук, потом добавляю к нему морковь. Когда лук и морковь вот так вот измельчаешь мелко с помощью блендера, они довольно долго поджариваются, много выделяют соков, более сочные. И по большей степени, наверное, даже тушатся больше. Поэтому приходится подольше с ними повозиться. Но зато в соусе они не такие ярко выраженные, не такие крупные. Мне так нравится больше. В общем, когда лук с морковью уже немножечко прижарили или потушили, не особо важно, главное, термически уже обработали, добавляю к ним чеснок, прижариваю вместе с чесноком какое-то время и затем добавляю сюда фарш. У меня фарш все тот же, смешанный свинина с куриным филе. По-моему, здесь у меня тоже или килограмм, или полкилограмма. Слушайте, я уже не помню, возможно, могу ошибаться. Наверное, здесь все-таки килограмм, потому что это у меня сковородка большая. Но если я, к примеру, готовлю только на нашу семью, у нас его плюс еще не все едят, то я готовлю из половины килограмма. Этого прямо хватает на несколько дней. В общем, фарш добавила. Немного обжарила вместе с фаршем. Заправила солью. Сушеного чеснока еще немного добавила. И обязательно добавляю столовую ложку томатной пасты. Такую прям большую с горкой или две даже. Смотря сколько у вас мяса. Быстренько перемешиваю мясо с овощами и с томатной пастой, чтобы томатная паста немножечко тоже прижарилась на сковородке. Далее я еще добавляю обязательно небольшую щепотку сахара. И в баланьезы добавляю свою приправу томат с базиликами и чесноком. Он прям вот здорово тоже насыщает дополнительным вкусом баланьеза. Ну, а потом, когда уже немножечко со специями обжарила, еще добавляю баночку резаных томатов в собственном соку. Тоже моего приготовления. И решила, что этого недостаточно. И добавила еще баночку полностью перетертых, прокрученных томатов. Тоже без соли, без сахара у меня эта заготовка. Просто вот чистый томат. Вот уже с двумя баночками получилось по количеству соуса то, что нужно. Можно добавить немного паприки сюда для вкуса. И я также всегда добавляю еще базилик, либо прованские травы. Ну, а потом еще небольшим количеством просто воды доводим до нужного объема соуса. Вот какой густоты и какое количество хотите получить, столько воды и добавляйте. Оставляю тушиться под крышкой на маленьком огне. Я тушу долго. Я готовлю хотя бы вот минимум минут 40, а лучше час. Чтобы прям вот хорошо-хорошо все вкусы объединились, чтобы блюдо получилось именно томленое. А спустя это время уже крышку открываю и добавляю еще немного сыра. Это не обязательный момент. Я иногда делаю с сыром, иногда без сыра. Но, честно скажу, мне с сыром кажется, что получается вкуснее. Хотя правильный вариант не добавлять сыр в момент приготовления, а добавлять сыр уже при подаче именно порционно в тарелку. Но вот я иногда замешиваю прямо в соус. Получается тоже очень вкусно. Ну и баланезы наш на этом готов. Далее я приступила уже к приготовлению пирога. Тесто у меня поднялось. Раскатываем его на столешнице, чтобы тесто не прилипало к столу. В этом вот варианте лучше припылить не мукой, а смазать именно растительным маслом. И также руки тоже смажьте растительным маслом. Так с тестом будет работать легко и просто. В общем, раскатываю по форме своего противня примерно плюс-минус по его размеру. И далее уже перекладываю тесто на противень. У меня еще простелен бумага силиконизированная, чтобы пирог не прилип. Далее будем выкладывать начинку. Я думаю, что по видео все понятно, каким образом выкладываем начинку. То есть зрительно делим ее примерно пополам и половину выкладываем сначала по периметру теста. Именно такой бортик создавая. Далее этот фарш мы просто закрываем тестом со свободного края. То есть нужно немножечко с краев теста оставить, чтобы там было что подтянуть и его поверх накрыть. Ну и когда у нас уже получились полностью такие закрытые большие пышные бортики, мы по центру выкладываем остальную оставшуюся часть начинки. Хорошенечко ровным слоем ее разравниваем. Очень такая получается она красочная, уже аппетитная. Ну и конечно же нужно смазать бортики. Я смазываю просто взбитым яйцом. Можете желточком смазать. И поверх немножечко еще добавляю кунжута. Этот момент исключительно просто для красоты. Ну а далее отправляем наш пирог в духовку. Опять же температуру, время приготовления все пропишу под видео. Смотрите, если у вас начинка очень сочная, как было в моем случае, то по центру пирога под фаршем может вытопиться очень много жидкости. И чтобы пирог у нас не получился мокрым, чтобы не промочить именно тесто, можете его достать из духовки и просто через край прямо слить все излишки куда-нибудь в раковину или в тарелку. Я сделала так. Потому что начинка ну прямо очень сочная. Если этой излишней влаги у вас нет, то ничего не делайте. Пусть он спокойно стоит в духовке. У меня стоял 30 минут. И через 30 минут я его достала. И поверх вот этого фарша, поверх вот этой центральной начинки я еще добавила много сыра. Это тоже по желанию, но с сыром, конечно, получается просто бесподобно. Вот это сочетание пышного воздушного теста, сочной мясной начинки с помидорами и еще вот этот дополнительный вкус сыра. Все это вместе делает пирог просто божественным. Настоятельно рекомендую вам попробовать. Как видите, готовится просто из обычных ингредиентов, но выглядит, согласитесь, необычно. И при этом еще очень вкусно. И в тот же день мы еще ездили все на совместную семейную прогулку. Что-то засиделись мы тут несколько дней дома, совсем никуда не выезжали. Все, знаете, замотались какими-то бытовыми своими делами, задачами. Ну и в общем решили вот выбраться на первую совместную прогулку после того, как к нам приехали родители. Просто выбраться в город. Погода у нас еще, слава богу, была замечательная, на улице тепло. Практически не было никаких предпосылок того, что уже наступила осень давным-давно и скоро будет зима. Поэтому вот мы решили воспользоваться этим моментом, пока еще погода позволяла. Без курток, без жилеток, без каких-то полушубков, шуб погулять. Ку народу, конечно, очень много еще было. Люди гуляют, отдыхают, наслаждаются. Огромное количество людей еще даже купалось, несмотря на то, что это начало октября. Ну, в общем, очень такая классная, атмосферная, уютная семейная прогулка получилась. Ну, а на следующий день, друзья, я продолжила снимать этот видеоролик. Поснимала вам немного киску Алиску, она уже адаптировалась. Боится только детей, от нас хотя бы от взрослых уже не убегает, даже дает себя и нагла погладить. Это, на самом деле, очень приятно, зная и учитывая ее характер, я прямо чувствую, что все, я уже в числе привилегированных. В общем, что у нас на этот день, какие были планы? Нам нужно было съездить, сделать закупку продуктов, потому что нас сейчас много. И, соответственно, все равно продуктов уходит тоже побольше. Ну, а мы заранее не готовились по продуктам именно к приезду родителей. Все покупаем по факту. В общем, вот составила список, что необходимо купить. Меню сейчас никакое не составляю, потому что все равно, наверное, процентов 70-80 готовит мама. Поэтому, вот что она приготовит, то и едим. Я не вижу смысла сейчас составлять какое-то меню. Поэтому делаю сейчас как раньше, просто закупаем базовый набор продуктов. То есть, это те продукты, из которых мы чаще всего готовим, и из которых можно составить максимально разнообразное меню, максимально большое количество блюд приготовить. Сюда, конечно же, относятся мясные продукты, собственно, мясо, молочка, сыры, овощи, фрукты. Ну, овощи, фрукты у нас на тот момент были в довольно-таки большом количестве в холодильнике, поэтому покупать их не пришлось много. Но, в основном, конечно, нужно было закупиться именно мясными продуктами, мясом и молочкой. Вернулись домой. Закупка у нас вот такая сегодня. Нужно было закупиться именно мясом, в первую очередь. Поэтому, давайте с него, наверное, и начнем. В общем, взяли шашлык, три ведерка. Ну, здесь такие, не очень большие, по полтора килограмма, по-моему. Вот, это будем сегодня на ужин готовить. Взяли, значит, карбонат без кости. Карбонат без кости. Карбонат без кости. Это пойдет у нас в нарезку, на гуляш и на все блюда, где нужно мясо именно кусочками, кусковое. Так, потом, значит, здесь у меня два кусочка на кости, корейки. Это у нас на суп идет. Окорок свиной. Три килограмма и здесь еще кило семьсот. Это пойдет на фарш. Как обычно, буду смешивать с куриным филе. Куриного филе в гипермагните не было, поэтому пришлось уже покупать тут в придомовом магазине. Филе у нас, ну, не знаю, как у вас, пишите. У нас, в общем, филе довольно сильно подорожало. 400 рублей стоит куриное филе любого производителя. Вот. Я думала, может быть, в придомовом будет подешевле. Нет, такая же цена. Значит, дальше из свинины еще лопатка. Тоже вот это все вместе пойдет у нас на фарш. Ну, в общем, старалась, чтобы было 5 килограмм на фарш, 5 килограмм кусочками. Ну, и, соответственно, один к одному смешиваю, поэтому 5 килограмм куриного филе, 5 лоточков. И целиком курочки, тоже 5 штучек. Я их разделаю и на приготовление тоже каких-то блюд пойдут. Потом, значит, для собачек еще взяли два вот таких набора суповых. Ну, тут косточки нормальные такие с мясом. Вот. И из говядины ничего совершенно не было. Чего-то там вот лежало сколько. Такого без костей я взяла оба маленьких кусочка. Получается, здесь у нас тазобедренная часть, 738 грамм. По 600 рублей за килограмм. И здесь у нас шейная часть говядины. Ну, я их вместе прямо сделаю, смешаю. Они у нас, она у нас по 519 рублей килограмм, здесь 1,4 кг. Ну, в общем, такие два совсем небольших кусочка. Вместе прямо их заготовлю. По мясному дальше что еще? Мясные продукты, точнее, уже дальше пойдут. Это бекон сырокопченый, великолупский мясокомбинат вкусный. На завтраки и в пасту можно, ну, в общем, я в морозилку обычно убираю и забываю на какое-то время про него, пока не попадется какой-нибудь рецепт или не захочется что-нибудь с беконом приготовить. Дальше сосиски, сливочный великолупский мясокомбинат были по акции, поэтому взяла 2 упаковки, тоже уберу просто в морозилку. Ветчина тоже по акции была, тоже взяла 2 штучки. Карпаччо, вот такой Илюша брал в прошлый раз, ему понравилось, поэтому повторил, еще раз взял. Здесь у нас шпик, 2 упаковки и по мясному на этом все. Дальше, по молочке. Сливки 10% литр, сливки 33% литр. А сегодня увидела как раз творожный сыр по вообще суперской цене, по акции. 2 такие большие банки взяла и поэтому взяла сразу же и сливки, сделаем капкейки. Ну, не сегодня, скорее всего, но вот в ближайшее время приготовлю. Так, потом, значит, взяли бутылочку кефира, творог 4 упаковки, сметана 20%, 2 баночки плавленого сыра, на сырный суп пойдет, давно тоже не готовила. Из сыров еще взяла Эдам, Староминский сыродел, по акции был тоже 650 рублей килограмм, здесь полкилограмма. И появились там на витрине, увидела новые сорта сыра, вот такой я раньше ни разу не видела. В общем, вот такой мир вкуса сыр, фрибуршин, правильно, нет, хоть говорю, это 800 рублей килограмм. Ну, в общем, вот такой кусочек 343 грамма на 274 рубля. Не знаю, попробуем, такого раньше никогда у нас не продавалось, поэтому... Вообще, много всякого сыра лежит на витрине, который я увижу впервые, новые абсолютно производители. Из молочки еще 2 пачки масла, магнитовское вот такое на выпечку. Я в этот раз брала, ну, в последнюю закупку брала вот такое 72,5% первый раз, обычно 82 беру. Ну, на выпечку тоже вот такое же магнитовское. Нормально, в выпечке вообще никакой разницы не почувствовала, поэтому вот это взяла, оно сегодня тоже было по акции, прямо дешевое. Вот, и на еду, на в кашу, на бутерброды вот такое вот Данке взяла, белорусское. В общем, тоже 2 пачки. Красное и белое еще заезжали, взяла там вот этот вот сырок, ассорти здесь идет, вкусный вот этот сыр. И, в принципе, все, да, по молочке. Дальше пшено на кашу, 2 упаковки спагетти, 2 упаковки макарон Макфа. В Гипере сегодня вообще, в Шебекинских не было макарон практически никаких, поэтому пришлось брать Макфу. Вот, а потом уже заехали в наш придомовой, оказалось, что у нас есть полным-полно, и еще и по акционной цене, короче, ну, прогадала тут немножко. В общем, макфа 4 пачки, здесь у нас мука 2 килограмма, рис жасмин 2 пачки. В этот раз басмати сазон заказываю, который обычно не очень попался по качеству. Запах, опять вот этот вот какой-то неприятный запах, поэтому, ну, не знаю, все равно, конечно, мы его тихонько съедим, но все-таки взяла еще 2 пачки жасмина. Он-то точно вкусный, ну, и тоже был по акции. Потом, значит, упаковка сахара, горчица русская, бутылка масла там, слобода, кетчуп мистер Рика, баночка капусты квашеной, горчица зернистая закончилась. Меня частенько, кстати, спрашивают, какую беру зернистую горчицу, потому что я ее практически во всех салатах использую. Ну, в основном вот эту вот, мне нравится вот эта по вкусу, но и другие тоже брали, и Махеев брали тоже неплохая, и еще какую-то брали, ну, особо большой какой-то разницы во вкусе я у них не замечаю. Но сама чаще всего беру вот эту, как-то я к ней уже привыкла, поэтому рука сама к ней тянется. Соль вот такую вот морскую беру, это такой помол очень, ну, хороший, мне нравится этот помол, помол номер один называется. Она не мелкая, не экстра, и не крупная, вот идеальная прямо вот такой размер. Так, потом рис круглозерный на кашу, бананы, огурцы, персики, авокадо взяла одну штучку, взяла потверже специально, потому что сегодня-завтра, может быть, не буду есть, пусть он полежит немножко. У меня в последние два раза было такое, что я брала уже спелый, сразу не съедала, и в итоге потом выбрасывала, перезревала, вот, поэтому взяла твердый намеренно. Чтобы контролировать сама, когда он уже там доспеет. Потом взяла вот такую икру с копченым лососем, беру иногда, нравятся вкусные помидорки, и еще беру вот этот вот кошмар и ужас, но мне иногда нравится тоже. Ну и переходим на соседний стол, здесь остатки уже то, что не вошло. Чай и все, что к чаю. В общем, эти сухие завтраки Илюша взял, и он ест, и Есеня тоже иногда на завтрак ест. Потом к чаю взяла вот такие крендельки со вкусом капучино и с тростниковым сахаром. Хлебный спас. Хлебный спас, кстати, хорошее печенье, ну, вкусное, поэтому вот такое мы еще не брали, не пробовали. Вот это овсяное берем часто, посиделкино, с добавлением шоколадных кусочков. Хлеб казачий, орео детям, зефир, вот этот я себе беру, люблю его вкусный. Именно вот со вкусом шампанского, с клубникой, вообще обалденный. Если свежий еще, дай бог попадется, вообще классный. Упаковка чая, Гринфилд, с чаем немножечко облажались, потому что, ну, в общем, хотели купить по акции, а получилось как обычно. 500 рублей, в общем, пачка чая вышла, потом уже в чеке в машине заметили только. Вот, не было там, на самом деле, даже ценника-то такого, ну, ладно уже. Хлеб вот такой вот порционный, овсяный, очень классный, мне понравился, он уже идет разрезанный в виде булочки такой вот квадратной. Очень удобно утром на бутерброды. Шесть таких вот булочек здесь идет в упаковке. Одну сейчас оставлю, одну брошу в морозилку. Ну, и, как обычно, лепешки маленькие, вот эти вот шесть штук, и вот такие вот тортильи чуть побольшего диаметра. Потом, значит, паста зубная, не брали ее, видимо, упала на ленту, когда складывала товар туда, но, в общем, тоже уже потом в чеке ее нашли. Так, и, в общем, шампунь детям, малышам, вот такой шампунь беру. Ну, обычно на озон заказываю, но увидела, что в магните есть на витрине, а у нас как раз заканчивается. Думаю, не буду заказывать, сразу же возьму. Вот вандерлап, именно вот такой танцующая маракуйя, классный аромат очень, вот такой берем. И детям, в общем, трубочки взяли для молока. Ну, это так, побаловать. Все, друзья, вот такая вот получается закупка у нас на сегодня. Сейчас быстренько все убираю и начинаю заниматься мясом. Ну, и, конечно же, после того, как я вам обычно продемонстрирую свои закупки продуктов, нужно все это быстренько обычно разложить, потому что лежит всегда мясо, охлажденка. Пока мы это все ходили по магазину, смотрели, выбирали, пока мы все это довезли, пока я это все разложила, пока я для вас это все отсняла. Проходит, на самом деле, очень много времени. И я каждый раз всегда переживаю, как бы оно ни начало, знаете, как-то немного залеживаться, портиться. Потому что дома все равно тепло, особенно если летом это происходит. Поэтому всегда нужно очень-очень быстро разобрать все, что мне здесь мешается, разобрать все покупки, все разложить по своим местам, разнести по шкафчикам и по холодильникам, и как можно быстрее приступить к мясу. Можно было бы, конечно, это мясо просто убрать временно в холодильнике и спокойно разложить все остальные продукты, но обычно для него в холодильнике просто нет места. Потому что, если закупка крупная, то, соответственно, тут же вот раскладываешь молочку, фрукты, овощи, там уже для мяса просто места не остается. У меня, вы знаете, организовано хранение в холодильнике в таких вот простых небольших контейнерах перфорированных, очень удобно, всегда порядок в холодильнике. Если раньше я страдала от того, что в холодильнике всегда был какой-то бардак, то тут какой-то пакетик, то там что-то все вперемешку могло лежать, банка сметаны стоять, к примеру, там с пакетом с огурцами рядом. То теперь мне очень нравится, как у меня организовано хранение в холодильнике. Всегда порядок, всегда все чистенько, аккуратненько и всегда знаешь, что и где у тебя лежит и где что нужно докупить. То есть, если смотришь, у тебя пустой контейнер с молочкой, ты понимаешь, что у тебя вообще уже ничего с молочкой не осталось. Не нужно перерывать весь холодильник и искать, нет ли там еще чего-нибудь. Ну и точно по такому же принципу я храню и бокалеют. То есть, у меня есть в шкафу три вот таких больших контейнера на колесиках, в которых у меня тоже рассортированы продукты на макаронные изделия, там и для супа какие-нибудь звездочки или вермишелька, и обычные спагетти, там у меня обычно какая-нибудь там и соба, и фунчоза, в общем, все, что хоть как-то похоже на макаронные изделия. Отдельный контейнер со всеми крупами для приготовления каши и отдельный контейнер уже вот с каким-то разносортом. То есть, это могут быть хлопья для завтраков, это могут быть мюсли, хлебцы, ну, в общем, что-то вот такое уже, все остальное, остатки, так скажем. Это очень удобно. Опять-таки, берешь контейнер, смотришь, ага, у меня тут вот круп совершенно нету, составляешь список, что нужно купить. Очень, на самом деле, экономится время для отслеживания вот этих своих запасов каких-то и для формирования списка покупок. Ну, и после того, как я уже наконец-то все разложила, сразу же приступила к обработке мяса. Начинаю я всегда это делать с куриц, у меня сегодня куплены были тушки, по-разному делаю. Иногда покупаю готовыми наборами, то есть бедра, голени, крылья и так далее. Иногда беру отдельными тушками. Я, конечно же, все-таки считаю, что покупать вот такие тушки куриные и разделывать их самостоятельно, это все-таки несколько дешевле, чем покупать уже разделанные отдельные части курицы. Но, опять-таки, здесь все индивидуально. То есть, если, к примеру, спинки у вас и остовы куриные идут куда-то в дело, тогда, да, выгоднее брать именно тушками и разделывать самой. Если вы не используете никуда для приготовления спинки и остовы, и вам нужны лишь только бедра, крылья и голени, то тогда, наверное, не имеет смысла брать именно тушку целиком. То есть, у вас там больше выброса получится. Если я беру курицу фермерскую домашнюю, то на спинках и на остове я варю для нас супы куриные. Они получаются очень вкусные, наваристые. Если я беру, к примеру, магазинную курицу, то на куриных спинках мы варим кашу для собаки. Поэтому у нас, в принципе, все идет в дело и имеет смысл брать именно курицу целиком и разделывать ее самостоятельно. После того, как я всю курицу разделала, я формирую просто отдельные пакеты. Каждый пакет идет на приготовление какого-то одного блюда. Иногда формирую отдельно из ножек, бедер и крыльев. Иногда делаю такие сборные наборы. Ну, чаще всего собираю именно такой сборный набор. То есть, в один набор идут абсолютно все части курицы, за исключением как раз спинки и остово. То есть, если я буду готовить какое-то блюдо, всегда у членов моей семьи будет выбор, что они хотят. Либо ножку, либо бедрышко. Потому что абсолютно все любят разные части. И так получается удобнее. Ну, из курицы на этот момент я закончила. Помыла тщательно всю свинину, которую буду обрабатывать. У меня там было несколько кусочков корейки на костин. Я на ней варю суп. Не раз мне уже писали в комментариях, что разве можно покупать такое мясо на суп. Ну, вот для нас это оптимальный вариант. Я же всякое уже брала. Не первый день живем, так скажем. На суп брала всякое. Мы вообще не любители супа на костях. То есть, вот именно когда прямо на косточках, на большом количестве косточек варят. Нам не нравится такой суп. Во-первых, потому что неудобно. То есть, у меня муж берет обед с собой на работу в контейнере. Контейнер небольшой. И возиться на работе там с этими костями удовольствие, конечно же, сомнительное. И, конечно же, это крайне неудобно. Ну, а снимать обычно с этих костей просто нечего. То есть, какого-то приличного количества мяса на большую кастрюлю супа там просто не набирается. Варить на одной вырезке, на какой-то, на одной филейной части тоже получается, ну, наверное, недостаточно. Навариста, как, например, все-таки с костями. Поэтому вот мы нашли такой оптимальный вариант. Это корейка на кости. Небольшая косточка имеется, которая дает все-таки какую-то часть навара. Ну, и все-таки большая часть – это мякоть мясная. Единственное, что они идут довольно жирненькие. Поэтому перед тем, как делать заготовку такую на суп, я обычно излишки жира все срезаю. Отправляю их сразу же к остальному мясу, которое пойдет у меня на фарш. То есть, в общем, количестве фарша. Я делаю его обычно много. Вот эти вот жировые прослойки, они как бы затеряются. Особо никакой роли не будет. Ну, чтобы тоже не выбрасывать просто. Ну, а уже вот чистое мясо на косточке замораживаю порционно, оно у меня пойдет на суп. Ну, а все, что срезалось, плюс все, что было закуплено специально на приготовление фарша, идет на фарш. Я уже много раз говорила, давно готовлю именно так. Смешиваю свинину и куриное филе в пропорции один к одному. Именно так, как по мне получается идеальная пропорциональность жирного мяса с нежирным. И на выходе мы получаем такой фарш, хороший, плотный, средней, так скажем, жирности. Фарш я сразу же прокручиваю вместе с луком. Чеснок я в фарш не добавляю, потому что мне не нравится, какой он потом дает аромат. Чеснок все-таки, мне кажется, лучше добавлять по факту уже при приготовлении какого-то конкретного блюда в свежем виде. Вот. Ну и соль, перец я тоже в фарш не добавляю, потому что так потом проще готовить, проще ориентироваться. В общем, перекручиваю все мясо, расфасовываю по пакетам, по полкилограмма. Именно столько обычно требуется на приготовление какого-то одного блюда, по крайней мере, в нашей семье. В общем, сегодня получилась довольно большая заготовка. Я надеюсь, что нам этого хватит надолго, что в ближайшие пару месяцев, по крайней мере, мы к этому вопросу возвращаться не будем. Ну и сразу же часть фарша свеженького, свеженакрученного мы оставили, отложили его в сторонку. Мама сегодня будет по моей просьбе готовить наши уральские пирожки-посекунчики. Это очень вкусно, это довольно просто готовится, но сразу предупреждаю, что это мега калорийно, жирно. В общем, готовятся такие пирожки из пельменного теста, поэтому я ставлю сразу же тесто, которое я обычно использую для приготовления пельменей. Если вам интересно, я пропорции оставлю в описании к этому видео. У меня тесто пельменное не просто из муки, воды и яйца, я использую муку, воду, яйцо и растительное масло. Получается очень эластичное тесто, с которым невероятно удобно и приятно работать. В общем, тесто замешала с помощью миксера. Мама в это время подготовила фарш. Фарш должен быть максимально водянистый, то есть на протяжении некоторого времени она периодически добавляла в него постоянно холодную воду. Он должен быть просто по максимуму напитан водой, гораздо больше, чем когда вы, к примеру, готовите фарш на пельмени. Это делается для того, чтобы когда вы начнете жарить пирожки, вот этого бульона внутри самого пирожка было очень много. Вся фишка этих пирожков в том, почему их называют по секундчике. И ты берешь горячий пирожок, надкусываешь его, и у тебя просто разливается вот этот вкуснейший горячий мясной бульон. Это необычно, это вкусно, это всегда неожиданно. Ну, в общем, такая своя прелесть у этих пирожков есть. Но вот такая тонкость, чтобы такой эффект все-таки был, чтобы этот бульон вылился, чтобы пирожок не был внутри сухой, фарш должен быть очень-очень хорошо напитан водой. Ну, а потом мама уже просто тесто раскатывает, делает сочнее. И вообще пирожки должны быть маленькие, миниатюрные, но мы делаем такой домашний вариант. Всегда мама делала такие довольно-таки крупные, чтобы уж поесть, так поесть. В общем, делает круглые сочни, далее раскладывает просто фарш и все это дело защипывает. Пирожки, конечно, у мамы получаются очень красивые. Я со своим умением стряпать нервно стою в сторонке, потому что у меня всегда вместо пельменей пироги огромные, вместо каких-то пирогов огромные, просто как крыло самолета. Но не умею я делать маленькие и аккуратные, поэтому я, конечно, стояла, любовалась, смотрела, как мама делает эти пирожки. Посмотрите, один к одному, ну, прям вот как по линеечке. Так скажем, есть еще к чему стремиться и чему учиться. В общем, все пирожки мама подготовила, сформировала и далее просто обжаривает их на растительном масле. Мама у меня использует немного масла, но вообще я знаю, что многие их жарят чуть ли не как во фритюре. Ну, наверное, может быть так, конечно, и лучше и правильнее, но мы все-таки предпочитаем, чтобы масла было не так много. Это не играет такой прям большой роли во вкусе. Главное их пожарить хорошо, быстро, чтобы мясо внутри успело прожариться и снаружи они не успели при этом сгореть. Есть такие пирожки, нужно прямо вот горячими, горячими, чтобы был вот этот опасный момент вытекания горячего сока. Ну, конечно, и в холодном виде они тоже вкусные. Ну, а пока мама у меня занималась пирожками, а я занималась съемкой всего этого действия, Илюша у меня в это время как раз занимался верандой, террасой нашей. Подготовка к зиме у нас идет полным ходом. Показывала вам, мы заказывали масло для обработки террасы, и вот как раз он решил сегодня выйти ее покрасить. Не покрасили еще столбики перила, крышу, покрасил только пол. Цвет получился красивый, именно такой, какой и хотели. Яркий, насыщенный, покрытие вроде бы довольно-таки прочное, посмотрим, насколько хватит. Но запах, конечно, стоял просто ужасный. У нас были закрыты в доме все окна, и все равно этот запах проникал в дом невероятно едкий. Поэтому вот где-то в помещении обрабатывать вот этим маслом, это нереально будет абсолютно точно. Задохнуться можно на раз, два, три. Поэтому у нас вот это все дело проветривалось два или три дня. Мы вообще со стороны террасы даже окна в дом не открывали. И после того, как он покрасил пол, перила и вот столбики, все мы так и не решились покрасить, снова вот эту вонь разводить. Поэтому вот масло вроде бы неплохое, но работать только на свежем воздухе, и желательно вдали от жилых помещений. Ну и на этом, друзья, закончим сегодняшний видеоролик. Если вам понравилось, не забывайте поставить пальчик вверх. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok